Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешу. Мы озвучиваем занятие, которое я вел. Переписывал на маленькие такие магнитокончики, были Игорь Барабаш. И видно, не было пленок, где-то прерванное, но все-таки сохранилось 123 записи. Это большое дело. Давай. Страху Господню научу вас. Призывает нас Господь и при окончании нашего молитвенного собрания. Псалом 33. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Эту фразу повторяйте многократно, чтобы она и в детях отобразилась. Придите, дети мои. Разве Давид знал страх, если он такое делал, что судить его надо? В семье-то у него что было? А сам-то в какие смертные грехи впадал? И это будет сказано верно. Он примером для нас. И ни для кого в том не может быть. Но он имел страх Божий и постоянно возвращался к вратам рая и буквально бомбардировал их. И они ни на минуту не отступал. Он мертвой хваткой держался за ризу Спасителя. Тащился и не отступал. Да, согрешил я. Да, я упал. Помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей. Но избавь меня, Боже, от кровей. И так, он имел страх Божий. А Давиде мы можем твердо сказать, что он был муж страха Божия. Поэтому он имеет моральное право призывать нас и говорить, придите, дети. Придите, дети, послушайте меня. Страху Господню научу вас. Хочет ли человек жить и любит ли долгоденствие, чтобы видеть благо? Удерживай язык свой от зла и устасывай от коварных слов. Уклоняйся от зла и делай добро. Ищи мира и исследуй за ним. Яков. А язык укротить никто из людей не может. Это неудержимое зло. Он исполнен смертоносного яда. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и устасывай от клукавых речей. Обещана законом жизнь полная, неукороченная, если будешь чтить обоих родителей исход. Почитай отца твоего и мать твою, чтобы тебе было хорошо, и чтобы продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе, Ефесянам. Да будет тебе благо, и будешь долголетен на земле. Все остальные заповеди даются без обещания. А это с условием, что получишь и долгие дни жизни на земле. Приходилось говорить с Саблиным. Я. При Яковом Федоровичем. А, при Свитером Баптистов. Возраст которого поджимал уже под сто лет. И он все время всетовал, что не почитал, как должно родителей своих. И тут, где какой-то сбой получился, и он не должен был жить столько лет. Что такое лукавство? Лукавая речь – это не прямая речь, а хитрая и накриво изогнутая. Как натянутый лук. Лукавый лук. У Бога все же прямо и открыто. Первое царство. И я также не допущу тебе греха перед Господом, чтобы перестать молиться за вас, и буду наставлять вас на путь добрый и прямой, Иов. Если есть у него ангел и наставник, один из тысячи, чтобы показать человеку прямой путь его. О нашем лагере так много уже написано, и он не как обычные лагеря, похожие друг на друга, а не как голыши на берегу моря. А наш необычен тем, что в нем по утрам чтение Евангелия, молитвы. Дети ходят во храм. Страху Божию мы научаем детей в нашем лагере. Здесь есть благословение священника. Наш лагерь необычен еще и тем, что никого так не злословят во всей вселенной, как нас. Притом самые близкие, как зять Миша Буряков и его семья. К нам приезжают люди из других областей и рассказывают, что когда про то узнают недруги, что они хотят сюда ехать, то живущие там их в местности наши родные. Кровные братья и сестры всячески клевещут. Не ездите в лагерь, что там делается? Вы бы знали, куда вы едете. Зачем на погибель детей отдаете? Но ребенок решился, приехал. На следующий год им опять пытаются говорить. Пс. 40. Все ненавидящие меня шепчут между собою против меня. Замышляют на меня зло. Но их уже не удержишь. Они уже знают, что ничего тут того не было, чем их пугали. Тебя там били, никто меня не бил. Наказывать наказывали за проступки. Кто любит сына своего, тот пусть чаще наказывает его, чтобы в последствии утешаться им. И приезжают эти дети хулители, потеряв к родственникам и болтаются где попало. А какой вы пожинаете урожай от своих детей уже сегодня? Да то ли еще будет. Зачем же вы это делаете? Хотите ли вы долго жить? Удерживай язык своего зла. И устасывай от глуховарных слов. Еремия. Как глух напрягает язык свой для лжи, усиливается на земле неправдой, ибо переходит от одного зла к другому, и меня не знают, говорит Господь. Первая Петра. Ибо кто любит жизнь и хочет видеть добрые дни, тот удерживает язык свой от зла и устасывает лукавых речей. А мы ничего не говорим тем, кто едет отсюда. К тем, кто нас хулит. Довольным уже воля. Поезжайте и отдохните там. И нам некогда говорить что-то тем, кто туда едет. Да и пусть едет. Там лагеря нет, и у них ничего нет. Вы всю жизнь укорачиваете. И со своими детьми не можете справиться. И за наше дело не возьметесь. Какие дети к нам приезжают. У одного родителей наркоманы. У другого родители. Оба сидят за убийство. Бабка опекунша. Они лба не могут перекрестить. Вы помогли им? Вы распускайте худую молву. Нехорошо так, буряки. Нехорошо числа. И распускали худую молву о земле, которую они осматривали. Между сынами Израилевым. И говоря, земля, которую проходили мы для осмотра. Есть и земля, поедающая живущих на ней. И весь народ, который видели мы среди ее, люди великорослые. Сии, распустивши худую молву о земле, умерли, быв поражены пред Господом. Не будет здесь лагеря. Вы многое потеряете. Это ваше подшефное предприятие. Ваши дети из деревни, приходя к нам в лагерь, имеют возможность сравнивать себя с живущими в лагере. И всегда это не в их пользу. Здесь могли бы научиться страху Господню. Как мы приучаем ко всему божественному детей. Вот так. А ты видишь, оборвано. Все это не полно. Ну понятно, о чем говорим.